Одесса Баскет И в городе, и в области. Как обстоят дела сегодня с решением проблем, связанных с этими людьми? И где они решаются проще? В области или в городе? Емкий вопрос, который в себе в ответе требует осветить ситуацию реальную. Что там, что там происходит. Вот начнем с области. Вести из разных районов области. Для меня всегда было интересно, как, чем живет общественное движение инвалидов, районное общество инвалидов области и другие организации. Чем они занимаются? Вот такой срез небольшой. Белгород-Днестровск. Организация, которая уже работает более 15 лет с детьми с особыми потребностями, не может в течение 10-11 лет с моей помощью также получить помещение под свою общественную деятельность. Уставные цели. Нет помещений в Белгород-Днестровске? Есть. Другой вопрос. Арцисс. Инвалид на коляске, проживая на первом этаже, не может добиться, чтобы доступность сделали у нее из подъезда. Ей делают откидной пандус, который вызывает возмущение у жителей. И нельзя его сделать с балкона, потому что местная власть считает, что нет. Просто нет. И непреодолимо, потому что женщина одна на электрической коляске выезжает из этой комнаты и будет всегда выезжать, сколько она будет жить. И у нее еще тоже, коллега тоже вместе с ней живет, тоже на электрической коляске. Для двух инвалидов нельзя сделать доступность. Нет мусора в Арциссии, чтобы засыпать и потом зацементировать и сделать один раз уже для человека, который так долго уже в этой жизни живет в таком положении. Олег, но вот эти два примера, они показательны для проблематики по всей области? Это говорит о том, что вот то, что все происходило в области реформации, дало возможность кому-то ослабить тот общий настрой на работу с такими категориями людей, как люди с инвалидностью. Сказать, что за этим никто сверху не смотрит, никто на это не настраивает, на эту работу. И это можно делать абы как. Есть инструменты, которые раньше работали. Это Координационный совет общественных организаций области, он не собирался уже много лет. Этих людей не собирают, потому что им надо доехать, потому что раньше в этом помогал департамент социальной защиты областной Одесской государственной администрации. Раньше работал комитет доступности, это еще один срез я хотел рассказать. Вот город Черноморск, он сюда поражает красотой, яркостью. А на въезде появился новый дом, и в новом доме ступеньки и никакой доступности. Значит, раньше был областной комитет доступности, собирался и создавал напряжение, создавал общую политику, передавал в общую политику государства о том, чтобы создавалось условие доступности в области. Вот все то, что сделано, это сделано еще тогда, когда волна была, когда мы начинали это все делать. Мы живем старыми еще заделами. Олег, ну вот если мы говорим о городе, то именно вы стояли у истоков, ну практически стояли у истоков создания программы равенства. И уже прошло много лет, программы продолжают реализовываться, но сегодня вот звучат мнения о том, что да, программа есть, программа работает, но Одесса все равно не является городом доступным. Это так? Да, я не знаю, идеальных городов в Украине еще нет, которые бы уже заявили о том, что у них все доступно. На кого можно было бы равняться? Да, мы идем все по этому пути создания условий доступности. Это не значит, что нам очень нравится в пути. Мы идем к конечной цели, и для этого программа, являющаяся реальным инструментом. Такая программа Турбота Низахист не нашла своей поддержки. Она формально принята, но в ней нет определенных вообще никаких пунктов, которые бы защищали наши интересы в этом вопросе. А равенство была, есть и будет. Вы сказали, что один из, один из, и эта команда, из кого состояла, самое важное сказать, они до сих пор еще руководят этим. Это и тогда можно с удовольствием вспомнить людей, которые стояли у истоков. Это председатели постоянных комиссий депутатских, Черненко, это Балинов, это и Елена Петровна Китайская, которая руководила департаментов. Это общественные организации инвалидов, которые давали свои просьбы. И вот на основании их пожеланий она формировалась, и она развивается. И это как бы, она еще является живым организмом, в который можно войти через координационный совет и внести свое, и добиться в том, чтобы этот пункт вошел в программу. Это не закрытая программа, это открытая, и многие говорят, чего-то вот там не хватает, чего-то не хватает. Хорошо, мы знаем, чего не хватает, допустим. Да, давайте, делайте, предлагайте, боритесь за это. Ну, например, с чего начиналось? Я пришел в общество где-то районное в 96-м, 98-м году. Никогда никому не делали доступность в месте его проживания. Сейчас это у нас основное место, основной пункт программы. Это главный приоритет, да, на сегодняшний день? Вот это, да, вот то, что я привел в Арцизе, а бы как сделаем, повесим вам какую-нибудь дверь туда, откидную, на которую вы никогда не будете пользоваться, а сосед будет перецыпаться. В этом смысле, казалось бы, что вот в селах, да, и в населенных пунктах небольших, это проще гораздо сделать. Да, потому что человек смотрит человеку в глаза, и ему стыдно сделать какую-то ерунду. У нас здесь так. Ну, и технически это проще, и материально это проще, когда не идет речь в городе о высотных зданиях, скажем, да? Да, мы вот в рамках этой программы, мы все время доходим что-то новое. Например, стали ставить подъемники год прошлый, следующий год, искать альтернативу для тех домов, которых уже нельзя создать условия доступности. В этом году, ну вот сидели переселенцы на координационном совете, и там шла речь о том, чтобы вручать им тоже компьютерную технику, как бы инвалидам, живущим в городе, для того, чтобы они работали, развивались, учились. Да, это в нашем городе происходит, но кто-то из переселенцев сказал, что мы не слышали в наших городах о таком. Мы нашу программу передали в Вордовском варианте только год-два назад в Киев, а нам уже недавно рассказывали о том, что вот как в Киеве. А вот в этом смысле, Олег, очень интересно, потому что мы очень много в нашей студии, и наш телеканал много рассказывает о программе равенства, о том, что уже сделано, но вы же общаетесь с коллегами из других городов, и вот вы знаете ситуацию изнутри, как обстоит дело вообще в стране, да? Вот по сравнению с другими городами в Одессе, вот если мы можем говорить о проценте доступности, какой этот процент в Одессе? Один из моих коллег Европейской ассоциации прав инвалидов, Олег Дрюма, сделал в рамках проекта электронную карту доступности Одессы и Одесской области. И там есть возможность вносить туда самому каждому пользователю, фотографировать и пополнять эту программу. В ней по-разному, по-моему, 57% была доступность. И просто программа, чтобы мне хотелось донести до тех, кто начинает активно защищать проблемы инвалидов, о том, что программа создана для того, чтобы закрыть ту часть вопросов, которые закон обязывает город и власть решать вопросы инвалидов. А есть еще вопросы частных собственников. И вообще мы так долго и говорим на эту тему, да, о доступности, что хотелось бы по идее и поднять вопрос. Ну, а общая концепция победы, чтобы она в ближайшем будущем замаячила, она какая? И в моем видении она должна быть с такими участниками. Во-первых, инвалид вокруг своего дома, вокруг своей среды обитания. Куда он едет учиться, куда он едет лечиться, он там должен всегда сигнализировать. И его это не устраивает, он должен отбороть свою среду обитания. Это уже часть работы. Общественные организации, каждый в том направлении, в котором он видит свое участие, он должен, и если он хочет этого, координации с другими общественными организациями или сам, проводить свою работу, и она принесет. Город создает такие инструменты, как программу. Депутаты помогают, комиссии помогают, руководящие органы помогают. Если тупиковые вопросы создаются в конкретном городе, можно приходить решать их на городской комитет доступности. Я бы был в Соединенных Штатах и видел конечный результат. Там сколько-то лет ушло, она по-другому развитая страна. Другой вопрос. Но я сидел на маленьком комитете доступности в мэрии одной из городов. И там присутствовало немного людей. Там присутствовал человек на коляске, слепой, и представитель мэрии, и независимый адвокат, и независимый архитектор. Вот эти все люди, общаясь, выясняли, кто и как лучше сделать. И вопросы были такого характера. Слепой беспокоился о колясочнике. Колясочник задавал вопрос архитектору. Архитектор говорил, мэрия подправляла и говорила, да, это мы можем, это сделаем, это в законном поле, это будет красиво для города. Вот такие звучали вопросы. Не занимало очень долго времени. То есть все то же самое, что у нас, только еще более в емком виде. И это возможно. И у нас такая работа идет именно примерно в таком направлении. Спорные вопросы, которые требуют бурного обсуждения, надо выносить в такое вот поле, где его можно решать. Потому что многие моменты просто радуют меня глаз. Когда я помню, как это было до того, когда ты только выезжал, и вообще ничего не было, то у нас, да, появилось многое чего. Острыми остаются вопросы, например, с транспортом. Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Вот как он решается на сегодняшний день? Ну вот опять надо для того, чтобы оглянуться, как там было раньше. Да как, никак. Были когда-нибудь троллейбусы вот с такой доступностью? Появились купленные при одном городском голове, при другом городском голове. Новая техника. Появился низкопольный трамвай. Да, он один, да, два. Но это только начало будем надеяться. Начало, да. Мы надеемся, что появятся вот эти остановочные комплексы, которые будут с наплывом и будут условно очень удобно в них садиться. Появятся они. Олег, а что еще необходимо было бы сделать в связи с транспортом? Ну вот смотрите, в рамках программы было создано, в общем, такое интересное, в одном районе расположенное сообщество различных учреждений. Пляж с доступностью для инвалидов. Восьмая горбольница, отделение терапевтическое для людей с инвалидностью. Ребилитационное отделение там же. В прошлом году открыты три площадки, спортивная и с имитацией препятствий в городской среде. У многих городов есть такое. Да, кто-то в виде деревянных ящиков переносных есть. У нас есть вот такое. Приходите, пользуйтесь. Но там и для инвалидов... Но до них надо добраться, я правильно понимаю? Да, надо добраться. И мы просим департамент транспорта и связи о том, чтобы обратили внимание, чтобы туда приходили автобусы. Потому что как трудно инвалидам, как трудно здоровым людям туда добраться, так и сотрудникам уехать оттуда очень тяжело. И такой же у нас, допустим, проблемный вопрос с Куяльником. Наши богатства, гордость, санаторий, приезжают люди, наше лицо. Потому что там должен быть, оттуда уходить должен транспорт с доступностью. Особенно летом определенная преднапряженность. Когда это зима, другой наряд этих автобусов с доступностью. Но он должен быть. Люди должны рассчитывать на него. Тогда это будет и развитие, и наше лицо города. Олег, а вот наступает весна, и, в общем-то, запускаются все основные спортивные турниры. Как обстоят дела в вашем клубе? Какие планы на весну? Поступило предложение, давно уже этого всего не было. В Украине это все перечеркнуто. Баскетбол на колясках, Львов. Турнир возрождается, появились новые двигающие силы. Не те, которые получают огромные миллиардные средства на это. Опять общественники собирают людей для того, чтобы как-то возродить и оживить этот вид спорта. А в городе у нас перспективный план не то, что расширения. Чтобы в районе Суворовского района появилось спортивное учреждение, общественное, тренажерный зал для инвалидов. Мы работаем над этим вопросом. Этот вопрос решается на уровне городских властей. И мы видим, что это будет интересно определенной группе. И работаем над этим, как над проектом. Мы недавно провели небольшие соревнования в Тире, в областном стрелковом содействии обороны армии и флоту. А вот такие турниры будут продолжаться? Такие, да. Тоже планируются? Внутри этих турниров, их пружинами являются такие, как собственники, руководители этих организаций. Кроме нашего пожелания, они являются основными двигателями. Им тоже приятно сделать что-то для таких, как мы. И мастера спорта, заслуженнейшие, показывали себя и свои награды. И показывалось применение огнестрельного оружия в практической среде. И специальный вот этот пост наш знаменитый, который у матроса стоит, пост номер один, показывал свои способности по владению рукопашным боем. Очень большая коллекция оружия была представлена. Это было отдыхательно. Это было спортивно. И это было действительно чувство удовлетворения вызывало. Мы можем так делать. Олег, спасибо вам за беседу. А я напомню, в гостях был Олег Прохоров, глава правления спортивного клуба инвалидов «Одесса Баскет». Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»